Мы переходим к ответам на письменное обращение, которое поступило Президиум. В соответствии с регламентом работы «Слово для ответов» представляется главе муниципального образования города Сестрорецка Александру Николаевичу Бельскому. Затем главе местной администрации президент Семеновне Авсенниковой. И на часть вопросов, наверное, ответит первый заместитель главы администрации городного района Андрей Александрович Константинов. Я не буду зачитывать кучу благодарностей, которая поступила в адрес депутатов муниципального совета. Много благодарственных слов связано с тем, какую работу ведут они непосредственно на своих участках, непосредственно в городе. Благодарности и в том, что наши депутаты участвуют в проведении мероприятий. Илья вот тут у нас отмечается. Давайте приступим к вопросам. Значит, несколько вопросов, которые... Есть вопросы, которые повторяются, я просто поэтому, может быть, если кто-то не услышит, кто-то говорит из него вопросы, то мы сможем ответить на это в письменном форме потом. Значит, опять начинается выражая всем благодарность. Спасибо большое. Значит, вопрос следующего характера. Значит, опять все только благодарность. Галина Васильевна, вы нас только благодарите. Обычно вы ругаете, а тут одни благодарности за выступление на слушаниях по строительству дома 352, по Приморскому шоссе, в которых они поддержали жителей. Ну да, мы поддержали жителей. Все знаете, что вопрос был непростой, но, слава богу, что удалось его регулировать. И сейчас продолжается строительство благодаря какой-то совместной работе, не только по нашей, но и администрации. Поэтому здесь вопрос достаточно был больной. Много мы его обсуждали, но, слава богу, он решен не был. Значит, у нас в районе много общественных организаций, как они помогают в работе. Ну, по общественным организациям мы сказали, в целом, действительно их много, но я тут общался с Ио Федоровичем на очередном у нас заседании. Он говорит, чем больше общественных организаций, тем лучше, тем больше они мониторят нашу деятельность, тем больше они вовлечены в общественную жизнь нашего города. Ну, помогают, помогают очень сильно. Мы взаимодействуем, здесь как бы такая обоюдная помощь. Где-то они нам помогают, где-то мы им помогаем, но их помощь, конечно, она главная для нас в том, что на ней основывается и вся наша работа. Общественность — это и есть жители, активные жители, которые существуют у нас в городе. Я передаю слово Татьяне Семеновне, потому что там есть много вопросов более конкретных, именно непосредственно к работе администрации. Здесь вопросы, в принципе, задаются только Александру Николаевичу, но на них я буду отвечать, так как это касается вопросов, которые мы выполняем местной администрацией. Александр Николаевич, в прошлом году дороги в Сестровицке хорошо отремонтированы. За это спасибо. Но сейчас после зимы снова много дыр ям появилось в асфальте во дворах. Когда будете их ремонтировать? Лучше бы сразу заделать, а то потом придется тратить больше денег на ремонт. Сергей Иванович... Фамилию не разберу. Непонятно. Приморское шоссе, дом 344. Значит, здесь еще поступило такое же обращение по улице Токарева, дом 15. Это территория, которая между домом 15 и железнодорожным вокзалом. И я хочу сказать, что в 2015 году было уже проведено обследование многих территорий. Более 30 адресов вошли в адресную программу 2016 года. Но после зимы, естественно, ям и дефектов асфальтового покрытия стало больше. Поэтому уже после схода снежных, снега, с понедельника этой недели, сотрудники местной администрации уже пошли обследовать территории. И дефекты составляются в дефектной ведомости. Поэтому 30 адресов, которые у нас вошли, и в том числе Токарев 15 тоже, и 344, они будут выполнены уже, сейчас формируется документация, чтобы опубликовать аукцион. А остальные будем ремонтировать при экономии в учебном следствии. И обязательно в этом году все, что у нас есть, какие-то дефекты в асфальтовом покрытии, мы обязательно их ремонтируем. Как и было в прошлом году. Нельзя ли установить около помойки вешалом, для того, чтобы можно было выкороу. Плачевать половину, одежду от пыли. У нас был задуман 284 задуман. Сломались все. Я думаю, что мы рассмотрим эту возможность. Правда, это не заклонировано, но я думаю, что будет экономия бюджетных следствий. Я уже говорила, и если есть такое обращение, мы его постараемся выполнить. Неоднократно обращались с просьбой установить афишу в районе Пятерочек по улице Токрова. Не дайте нам лишиться интересных мероприятий, проводимых в кинотеатре «Курортный». С уважением к Обществу ветеранных труда. Я думаю, что этот вопрос также будет рассмотрен. Есть ли там возможность установки такого счета. Поэтому при определенных согласованиях, я думаю, что если будет возможность, можно будет установить. Я пока там не вижу места, где можно было бы это сделать. Но мы будем обязательно осмотреть. Мы, жители дома 290 по Пизонскому шоссе, обращаемся с просьбой установить на нашей детской площадке более современное оборудование, подобное тому, которое устанавливается каждый год в других дворах. Заранее благодарим. Да, мы обратили внимание, не только в 2015 году, так как у нас работы идут поэтапно, и вот в 2015 году мы запланировали именно обустройство детской площадки за домом 290 и 288 года. И в этом году уже разработана проектная документация, и в этом году также будет выполнена работа в соответствии с этой документацией. Уважаемый Александр Николаевич, в нашем городе очень много паркуется на газонах. Там, где нет ограждений, колесами все вытопано. Нельзя ли почаще и побольше штрафовать нарушителей? А может... Давайте я, может быть, отвечу на этот вопрос, что статина Семеновна нам долго не говорила. У нас... Ну, мы, по крайней мере, старались находиться в курортном районе на первом месте по количеству штрафов. Вот. И я думаю, что та работа, которая у нас ведется, она достаточно большая. Мы планируем, что в этом году к нам присоединяться, мы рассчитываем на помощь в этой части администрации курортного района, к нам присоединится ДНД. В начале прошлого года они нам помогали фотографировать тех нарушителей, которые есть. Но сейчас, в связи с перерегистрацией некоторых организаций, было прервано их работа. Мы думаем, что в этом году уже возобновится, и действительно штрафов будет больше. И тем, как начать отвечать на часть вопросов, которые, в общем-то, да, и касаются администрации района в целом, и администрации муниципального совета в частности. Я хотел бы вам доложить, что по итогам 2015 года, по большому числу показателей, которые анализируют, в том числе безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, медицинское обслуживание, социальное обслуживание, спортивная жизнь и много-многое другое, образование, курортный район, как и в прошлом году, занял первое место в Санкт-Петербурге из всех районов. С чем я и вас поздравляю, и говорю о том, что очень большая заслуга в этом показателе и города Сестрорецка, и всей нашей слаженной работы, которая под руководством Александра Николаевича и Татьяны Семеновны проводилась. Это очень приятный показатель, и это большая ответственность, потому что эту планку мы теперь должны держать как минимум 10 лет, пока мы вступим к муниципальному первенству в каком-нибудь другом районе. А теперь вопросы. Вот есть вопрос очень милый такой, на него очень легко ответить. Когда номер 216-й будут ходить хотя бы до Петроградской? По выходным можно и до зоопарка. Ну, боюсь, что до Петроградской он не будет ходить никогда, потому что, как правило, обычно с вылетных магистралей, которые ведут в город, а у нас одно из таких, Приморское шоссе, развозка пассажиров, подвозка идет до ближайших станций метро. То есть для нас это старая деревня и Черная речка. А до зоопарка любопытно, может быть, когда-то и для Гладунова дойдет. Что слышно про судьбу бывшего дома купца Леонтьева на улице Володарского? Дом 3-й, да? Значит, да, вы правильно пишете, что снесли то, что осталось. Вот, есть инвестор, которого привлек бывший владелец этого дома. Мы, наконец-то, с помощью района, в том числе, было получено разрешение комитета по охране памятников с тем, чтобы эти штакки-то работы могли на этом объекте проводиться. То есть разрешили восстановить бывший облик этого здания, которое было, но, естественно, с современным начинником и с каким-то прицелом на современное использование. Значит, что теперь зависит от района? От района и от города Сестрорецка зависит то, чтобы не построили какую-нибудь нелепую махину на этом пятачке, с тем, чтобы облик был восстановлен максимально близко к тому, что было раньше. Что делает муниципальный совет для установки круглогодичных туалетов в городе Сестрорецке? Значит, муниципальный совет делает правильные вещи, он пишет письма в администрацию. Вот. А что делает администрация, значит, я вам сейчас доложу. Поскольку эта программа, она сопряжена с водоканалом очень тесно, да, поэтому скорее это программа водоканальская, нежели районная. Да, мы даем заявку и говорим, где мы хотим видеть туалеты. А водоканал говорит, что да, окей, мы внесли эту нашу программу на такой-то год с таким-то финансированием. Значит, более того, на правительстве Санкт-Петербурга в конце февраля этот вопрос рассматривался в разрезе всего города. Что в городе не хватает туалетов во многих местах. И мы получили сейчас от Комитета по энергетике и инженерному обеспечению задание в курортном районе определить точки первоочередных нужд, да, где нужно построить общественные туалеты. Мы эту работу сейчас со всеми муниципальными образованиями, в том числе с муниципальными образованиями Сестрорецкой, заканчиваем. Наши предложения будут представлены, обсчитаны, но будем надеяться, что часть их хотя бы наших заявок по этому вопросу будет им был. Спасибо. В центре досуга пожилых есть хор «Поющие сердца». Можно к дню рождения хора сшить костюмы. Мы рассмотрим в рабочем порядке с депутатами. Эта работа у нас ведется. Обратитесь к нам с письменным обращением. Я думаю, что вопрос мы решим. Спасибо за отличную работу. Большое спасибо, если есть возможность открыть музей города Сестрорецка. Ну, я думаю, вот Андрей Александрович сказал, как только у нас появится наш Дом культуры, я думаю, что там найдется место и для нашего музея. Краеведов у нас уже есть достаточно много. Я думаю, что обязательно должен появиться такой музей. Подскажите, куда можно прийти и до какого числа, чтобы сдать фотографию на портрет ветерана Великой Отечественной войны. Хочу 9 мая тоже пройти с портретом своего дедушки. Он прошел всю войну, брал в Кенигсберг, был награжден орденом Красной Звезды Талия Захарова. Ну, я уже сказал, муниципальный совет. Нужно прийти до 27 апреля и принести просто свою фотографию. У нас там есть анкета, которая исполняет... Ну, здесь Владимир Итальевич присутствует, он этими вопросами занимается. Поэтому, Италия, проходите. С удовольствием вам поможем, как, впрочем, и всем. Какова судьба, ходатайство жителей Сестрорецка при своении нашему городу почетного звания город воинской славы? Считаете ли вы это бесообразно повторить это ходатайство и добиться, чтобы оно было отправлено в администрацию президента Российской Федерации? Вы и Попов. На самом деле, работа в этом направлении ведется. Саня Николаевич Говоронов запросил в очередной раз у нас бумаги по присвоению нашему городу этого почетного звания. Мы сейчас готовим полный пакет документов. И будем добиваться этого. Будем стараться, будем подключать и наших почетных жителей. Влады, у нас там есть люди, которые имеют влияние в нашей стране. И Александра Митриевича Бедлова подключим. И Зубкова всех постараемся подключить. Александра Александровича Вайнера. На все вопросы, к сожалению, мы ответить не сможем. Поэтому я думаю, что не обидитесь на те вопросы, которые мы не ответили. Мы обязательно на них ответим всем в письменном виде или же в нашей газете «Здраво». Спасибо. Спасибо.